Если вы при виде озера думаете только о том, есть ли в нем рыба, тогда это видео для вас. Самые невероятные и смешные моменты на рыбалке в этом видео. Радоваться в жизни стоит любой мелочи. Берите пример с девушки. Если ты на работе, но в поле зрения попала трофейная рыба, вряд ли найдется что-то, способное остановить. Ловля рыбы иногда получается спонтанной. Кто мог такого ожидать во время крещенского погружения в прорубь? А для некоторых морских обитателей приходится невольно становиться спасителем. Мужчина не мог знать, что на том конце веревки, которую он случайно зацепил. Девушка просто не знала о примете. Радоваться на рыбалке надо тихо и после того, как улов будет в садке. Рыбалка расслабляет и успокаивает, говорили они. Кто сказал, что на рыбалке красота не главное? Девушка с этим может не согласиться. Более четкий заброс сложно себе даже представить. Если бы специально старался, ни за что бы так не получилось. Попрекнуть кота не в чем. Он же по-честному словил свой обед. Может, это и трофей, только вот хватать его никому в тот момент в голову не пришло. И очень правильно. С таким другом ни один выезд на природу не будет скучным. На этой рыбалке ни одна рыбина не пострадала. Прогнать незваного гостя не смог даже Брандспойт. Тюленю, похоже, такой душ только в удовольствие. Для того, чтобы поместить такую лов-машину, придется вынимать не только сидение. Руль там тоже будет лишним. После того, как насладился трофейным сазеном, возникает вопрос. А почистить-то его как? Самое время браться за огородный плоскорез. На трапезу пожаловал нежданный гость. Но африканские рыбаки настолько суровы, что не позволят какому-то крокодилу отобрать у них добычу. Но вы ведь тоже не любите, когда вас тыкают пальцем. Прибрежные коряги под водой бывают очень коварны. Они не против, чтобы рыбак очутился в воде. На рыбалке смекалка порой приносит лучший результат, чем умение пользоваться обычной удочкой. А если удочка настолько любимая, то вариант остался только один. Самое милое видео. Пока все ловят, лебедь занимается тем, что кормит ее. Профессионалами бывает не только парни. Вам не кажется, что улов девушки лишь немногим меньше, чем она сама? Знакомые этого парня никогда не удивляются тому, что он ездит на рыбалку только с женой. На то есть несколько причин. Обратите внимание, даже падая девушка позаботилась о том, чтобы катушка не оказалась в воде. Настоящий рыбак. Тем временем грустные удочки в багажнике машины. И зачем нас сюда привезли? Почти сказка про репку. Только тут персонажей не хватило, чтобы справиться. А этот любитель подводной охоты ловил явно другую снасть. Но щука сделала не тот выбор. Керхеры немного смекалки, и чистка рыбы покажется не таким уж сложным занятием. Хрупкая девушка, говорите? Просто посмотрите на размеры рыбины, которую она поймала. Кто-нибудь скажите этому трофею, что он должен вести себя смирно во время фотосессии. Ловить можно не только рыбу. Эта вот любительница подводной охоты не откажется и от моллюсков. Слегка неудачная подсечка, но зато все смогли увидеть, как там на дне водоема. Пока некоторые никак не могут подобрать необходимые снасти, эта птица прекрасно справилась и без них. Когда поклевка превзошла все самые смелые ожидания. Возможно, именно звук и парализовал бедную рыбу. У каждого региона своя специфика рыбной ловли. Кое-где не только способ нестандартный, еще и лодки необычные. Не зря еноты славятся своей обезбашенностью. Эта банда решила своровать самую крупную рыбину прямо под носом у парня. Оказывается, заказывать доставку можно не только на дом. Да уж, на таких рыболовов любителей может клюнуть не только щука. Может, все дело в их униформе? Настоящий рыбак не обращает внимания на то, что его лодку засасывает в шлюз. Он продолжает собирать добычу. В такой ситуации удочке явно не понадобится. Только камера, чтобы заснять редкое явление. Помогать товарищу совсем не первоочередное дело. Самое главное — рыбу не упустить. Это была хорошая попытка сделать дальний заброс. Но что-то пошло не по плану. Видимо, эту девушку муж взял на рыбалку с условием, что она прорубит все лунги. А эту барышню больше на рыбалку не позовут. Это точно. Кажется, щука просто издевается над незадачливыми рыболовами. Не готовы ломать червя? Нечего ехать на рыбалку. Что вам поломать пополам? Я даже на три четверти ломаю. Давай пополам ломай, быстро. Ломаешь? Ломай на руки. Вот вам доказательства того, что рыбаками не становятся. Ими рождаются. Эта девушка способна скучную зимнюю рыбалку сделать красивой и комфортной. Начало ледохода – самое интересное время на рыбалке, чтобы наблюдать за суетой издалека. Когда без слов становятся понятны все увлечения и хобби. Катеру на заднем фоне путем нескольких неудачных попыток все же удалось сесть на меле. Поразительное упорство. Достойное завершение удачного выхода в море. Нет моторной лодки? Ну и когда это было нерешаемой проблемой? Интересно, что в тот момент должна была чувствовать девушка? Очень странный обитатель водоема. И к тому же явно недовольный тем, что его достали. Похоже, парень решил поменять наживку. Совсем немного не рассчитала силы при забросе. А тут подвела уточка. Такая рыбина ушла. Более необычного пейзажа в Сибири вы точно уже не увидите. Но другие наши подборки могут удивить ничуть не меньше. Оставайтесь на канале и сами убедитесь в этом. До свидания. До свидания! Продолжение следует... По- fields because of strange years ago... Продолжение следует... Подписывайтесь наita...